Представляю вам с удовольствием нашего первого гостя, который прибыл, и он единственный у нас сегодня зарубежный гость из Санкт-Петербурга. Это гармониста Золотой Десятки России Игорь Шибков. Добрый вечер. Добрый. Игорь сегодня будет помогать нам разыгрывать многочисленные пригласительные, но, конечно, главным его поводом появления в нашей студии является грядущий концерт сольной Игре в Декамаз, который состоит 7 февраля. Ну, для начала, чтобы как-то познакомить, пользователи у нас разные, музыку слушают разную. Вот гармонь в наше время, кому она вообще интересна, и почему она интересна вам? Почему вы выбрали именно эту стезю в музыкальной среде? Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие сибры. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, что полюбите этот инструмент. Раньше в старину любили гармонь, конечно, все. И молодежь собиралась на посиделки, и бабушки-старушки пели частушки. Сейчас такой стереотип, что это гармонь только в деревнях, только, опять же, на посиделках, на каких-то народных гуляниях. Старшее поколение, я не знаю, помнят такую передачу, игра и гармонь любимая. Она сейчас ведет ее дочь Анастасия Зволокина. Мне нравится, почему? Потому что это мое, это мое с детства. В детстве мне купила бабушку гармошку. С удовольствием в музыкальную школу ходили? Нет, не с удовольствием. Не любил я ноты, до сих пор я не очень люблю, конечно, люблю на слух все играть. Хоть являюсь преподавателем Университета культуры и искусств Санкт-Петербургского. У нас все ребята вот нотники. Недавно вот экзамен был, всем пятерки поставил по изучению гармонии. Да вы добрый преподаватель, как я покажу. Девчонки взяли гармонь в руки, посмотрели, нашли там клавиши, гамму, поиграли. Анализ я им музыкальный провел, знание народных песен. Так что процесс обучения идет. И очень люблю ездить к вам в Беларусь. Здесь очень любят гармонь. А какая публика ходит на концерты? А вы знаете все, не только фольклористы, и те ребята, которые учатся там в музыкальных школах и изучают гармонь. И старшее поколение, в основном среднее, кто вот тоскует по такому жанру, потому что надоело. Вот это попса, которая постоянно в России звучит, это музыка с непонятными словами, с непонятной музыкой. А ее сейчас очень много. И Москва действительно очень закормлена этой эстрадной музыкой, современными исполнителями. Такого мало где услышишь, хотя есть два парка. В Москве Измайловский, а в Петербурге Удельный, Челюскинцев парк, где каждые выходные собираются гармонисты, частушечники, пляшут, поют, кстати, где я там с детства хожу и научился играть. Может, и у вас в Минске такую идею дам, чтобы где-то собирать гармонистов каждые выходные. Хорошо, но вот мне, допустим, я люблю в основном рок-музыку живую. А чем мне будет интересен ваш концерт? Ну, не знаю, чем. Гармония любителя, хотя я делаю музыкальные эксперименты. Играю на гармонии все. Вообще, вот фольклор. Ну, давайте завалим рока же. За что меня не любят фольклористы? За то, что я начинаю, как диверсант называют. На гармонии положено играть, там, наигрыши. Допустим, вот барыня, да? Эх, эх, русская вода, а за русскую вода, а за русского маманину я ругал никогда. А вот она и заиграла, гармония Сережина, и людей во всей округе сердце стрвожила. А, то есть традиционные песни, частушки, основные на народных мотивах. Но можно сделать и какие-нибудь джазовые обработки. Тоже, вот, хочу сыграть, но это будет сюрприз. Почему? Мы хотим же разыграть билет, да? Поэтому не будем говорить, а потом покажем. Ну, конечно, прежде чем мы продолжим нашу видео-афишу, хотелось бы, приглашая людей на концерты, объяснить, что будет в программе, что конкретно вы привезете на этот раз в рамках своего сольного выступления. О, в Минске у меня впервые такой большой концерт, потому что первый раз я попал к вам в мае. Вы знаете, мне город очень понравился, не думал, что он настолько красив. И как маленькая такая Москва тоже круглая по карте. Дело в том, что каждый год у вас проходит фестиваль, гармоник сбирает сябров. В ДК тракторного завода. И из Петербурга, из России посылает одного гармониста. В том году я не смог, поехал Иван Мучкин. Он мне рассказывал, вот такой фестиваль, такой хороший фестиваль, там Украина, Россия, Беларусь. Даже с Эстонией были в этом году. И в этом году я решился, я давно хотел в Минск поехать. И вот я все-таки поехал, выступил. Там не только у меня гармошка, но и обработки были, эстрадные минусовки. Всем так понравилось, что осенью был концерт. И теперь вот так вот слухи пошли, пошли, пошли. И вот теперь ждут меня в феврале. Мы и в Гомель поедем тоже, я и гармонистов привезу. Надеюсь, что такие концерты раз в год будут. Мы будем приглашать наших уникальных самородков. У нас есть Борискин, Мазуров, Ганечев. Хорошие гармонисты. Именно гармонисты с авторскими песнями, которые сами сочиняют, сами сподвижники этого, продолжатели дела Геннадия Заволокина. И концерт будет интересный. Не только народные песни будут, авторские песни гармонистов России. Гормонотерапия. Гармония терапия. Как меня назвали в Краснодаре, гармонотерапевт русской души. А сегодня мы сказали, гармонотерапевт белорусской души. А что, красиво звучит? Гормонотерапевт души. Ну, Игорь еще остается с нами. Он еще будет задавать вам каверзные вопросы, дабы вы смогли выиграть те пригласительные, о которых я говорила.